Полицейские выясняют мотивы гнева 67-летнего жителя Металлургического района. Пенсионер буквально объявил войну торговой точке и от слов перешел к действиям. Он бьет окна и двери магазина и требует, чтобы продавцы покаялись в своих грехах. Наш корреспондент попытался разобраться в этой истории. С этой стороны стояли очень хорошие крепкие стекла 1985 года. Но и они не выдержали удара вот таких камней. Причем разбил не с первого раза, а добивал. Одну ночь делает дыру, следующую ночь добивает в дребезге. А сегодня он разбил вот там, в самую верхнюю часть. Теперь в магазине промтовара вместо стекол вот такие пластмассовые листы. Их установили после очередного ночного визита пенсионера. Он опять выбил окна, пытался взломать двери. Но сработала сигнализация и старик был задержан охраной. Мы здесь работаем с 1985 года единым коллективом. И даже 90-е грехи, никто нас здесь не трогал, не обижал. Нас все знают, мы единственный магазин уже, наверное, в городе такой остался. Но, тем не менее, вот сейчас вот напал на нас этот пенсионер. Чем обидели пожилого мужчину, работники торговой точки и понять не могут. Но за порчу имущества на пенсионера уже написано 9 заявлений в отдел полиции. По словам сотрудников, даже ущерб не успевают подсчитывать. Все проблемы у нас начались с входной двери, 7 мая. Ее пробили насквозь, обе двери. Мы ее, конечно, восстановили. Затем он не успокоился, занялся окнами. Правое окно было таким же красивым, как и левое. Теперь видите, что от него осталось. А вот и тот самый пенсионер. Николай Соломенцев сделал вид, что все в порядке. Никаких претензий. Абсолютно. Я миролюбивый человек. Абсолютно не любил претензий. До храма надо дойти, потому что грехов там много. Впрочем, фото сотрудников частного охранного предприятия говорят сами за себя. Это задержание Николая в апреле. Тогда, судя по снимкам, магазин он громил монтировкой. А это начало мая. И снова задержан у этого же магазина. На этот раз он пришел сюда с секатором и ножом. В июле бил окна камнем, как и в августе. И оделся словно на праздник, в рубашку и галстук. По ранее поступившим обращениям жительницы в отношении местного жителя 1953 года рождения составлены административные протоколы по статье 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и направлены в Мировой суд Металлургического района для привлечения к ответственности. Ущерб хозяева магазина выставят немаленький. И, видимо, возмещать его 67-летнему Николаю Соломенцеву придется и своей пенсии. Кроме того, старику грозит еще и штраф по административной статье.